Оптимизм, стойкость и воля к победе, несмотря на любые трудности. Это жизненный девиз Алексея Николаевича Стрельникова. Потомственный военный, практически вся его жизнь связана с армией и флотом. И всегда ему удавалось, главное, помогать ближним и следовать своей мечте. Рецепт долголетия – не унывать и не лениться. Считаю, что работа, она, как бы, я скажу, не дает стареть. Все время, ну, за какая-то обязанность, вот, и в деле. И если даже захандрив, что пойдешь на работу, разойдешься и опять здоров. И так вот, незаметно, и так пролетело, что уже сейчас, вот, сегодня 90 лет исполнилось. Ну, как обычно говорят, не откладывай того, что можно сделать сегодня на завтра. Это работа, она, конечно, имеет большое значение и для здоровья, и для жизни. Вот, я окончил свою, ну, официальную работу в августе прошлого года. То есть, до 90 лет практически я преподавал в училище. Вот, сначала в Голландии, а потом в Нахимовске. Мне еще мальчишки, хотелось их забыть в поленном моряку. Да, но, как говорила моя мать, глубоко верующая, сынок, живешь не как хочешь, а как Бог велит. Не удалось сразу попасть в военное училище. А отец говорил, Бог-то Бог, да будь сам неплох. И я, оказалось, все-таки верен своему слову. Три года воевал в пехоте, а потом, после окончания войны, вспомнил свою мечту быть военным моряком. Сел на подножку товарного вагона и поехал в Питер поступать в военно-морское училище. Мне нравилось быть подводником. Там особый дух, особая гордость. Это дух коллективизма. Ответственность за свое дело. Ведь на подводной лодке при погружении вся команда рассчитывает. Даже КОК, который закрывает подачу воздуха в отсек. Такая общая борьба за живучесть и неуязвимость сплачивает коллектив. Ну, на лодке, как и у космонавтов, должна быть биологическая совместимость. Вот есть у людей такое. Человек тебе не сделал ничего плохого, а он тебе не нравится. Вот есть такое. Даже и вы можете это видеть. Вот на лодке это имеет большое значение. Должны мы друг друга любить. И друг другу помогать во всех случаях. И коллектив, значит, всегда такой спаянный и хороший. И подводники живут больше по традициям, чем по устам. Свой опыт Алексей Николаевич передал курсантам. 20 лет он преподавал в Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище Голландии. И 25 лет в Нахимовском училище. На пенсию вышел только в прошлом году, проработав почти 90 лет. Сейчас Алексей Николаевич ведет активную жизнь. Ходит на охоту, участвует в соревнованиях по стендовой стрельбе. Рассказывает о своем боевом прошлом молодежи. Главная задача, вернее, не задача, а удовольствие, это ходить на охоту. Ходить на соревнования, встречаться с друзьями. И самое главное, я не теряю часть с училищем и участвую в военно-патриотической работе. Потому что сейчас осталось уже мало людей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. И этим пользуются наши недруги. Кто скажет правду? Только тот, кто участвовал в этой войне. И вот я курсантам это рассказываю. Когда я читал лекции, я обязательно оставлял несколько минут для того, чтобы поговорить с курсантами о тех днях великих, когда была Великая Отечественная война. Самое страшное на войне было, это ходить с разведчиками за языком. Это было под Полоцком. Появились коричневые танки. И думали, что немец пустит газ. И парь-зарез нужен был язык. Это нужно пройти через колючую проволоку немцев, запхти в окопы, взять пленного, накрыть его мешком. И вытащить, и протащить обратно, и доставить за своих. Это довольно сложная история. Страшно было. Но все равно шли, потому что надо. А как вам, вот что помогало справляться со страхом? Ну что, ничего надо. Это любовь к родине, защита. Я скажу, что патриотизм у нас. Ведь почему Россия непобедима? И чем она отличается от всех других вооруженных сил? У нас дух высокий. Дух непобедимости. У нас с молотком матери это вкладывается в нас, во всех россиян, что дух наш непобедимости мы за свою родину не жалеем жизни. Прощайте, красотки, прощай, небосводки. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. Людмила Замятина, Денис Александрович, Севинформбюро.